Слушайте, пока ребята собираются, я хотел с вами немножко поговорить. Я сегодня буду рассказывать такую отчасти личную тему. То есть если кто-то ждал графиков, формул и так далее, их здесь не будет, я сегодня расскажу просто свою историю, связанную с тем, как я устроился на работу продуктом и ушел оттуда, как я порефлексировал, почему так произошло и что мне делать дальше, как себя вести в целом при устройстве на работу, так и при найме, но хотел уточнить, все здесь продакты. Поднимите руки, кто здесь продакты. А кто последний раз менял работу в ближайший год? А кто нанимал ближайший год? Нормально. Мне кажется, для вас это будет полезный доклад, по моему мнению. Почему? Потому что найм-продакты или устройственная работа – это в любом случае инвестиция. И если специалисты уходят меньше, чем за год, в целом это инвестиции, которые не окупились. И поэтому я решил поделиться с коллегами в целом своим опытом, тем, что можно из этого вынести. Для начала давайте я представлюсь. Меня зовут Вячеслав Скалепов. На данный момент я работаю продактом в Рокетбанке. Это небольшой спойлер уже дальше по презентации. Дальше презентации Рокета не будет, потому что я буду рассказывать немного про другой свой опыт. Для начала очень важно понять, кем я работал в целом до устройства в большую компанию, про которую пойдет речь дальше. То есть нужно понять мой бэкграунд. Я начинал работать продактом в небольшой компании, в которой работало около 150 человек. Я был продактом. Мы активно росли, в основном росли за счет продуктовых изменений, тестирования гипотез. Мы очень быстро валидировали, искали эти гипотезы, строили команду, делали это все вместе, кроссфункционально. И вот в этом всем я работал и развивался там около трех лет. И за это время я круто научился работать с командой, с гипотезами и все быстро проверять и понимать, куда идти дальше. И в целом на тот момент я думал, что все продакты в разных компаниях делать примерно одно и то же. Ну то есть ты либо хороший продакт, либо ты чего-то не понимаешь. И если взять одного человека, который хорошо перформит в одной компании, переместить его в другое место, то все будет супер и он продолжит также работать только в рамках других ресурсов и над другим продуктом. И тут пришло время. Ко мне пришло предложение от большой компании. И я начал размышлять в целом, переходить мне туда или нет. Я начал думать над тем, какая это компания. То есть это в целом очень большой продукт, большой проект, в котором работают много человек. Это сильный, стабильный бизнес, который уже давно на рынке. Спасибо. У меня очень много продуктовых направлений. И в целом очень большая команда, сильная, с которой очень можно хорошо перформить. И я когда размышлял над тем, переходить мне или нет, я смотрел с точки зрения, как в целом мне сам продукт, могу ли я себя с ним ассоциировать. Я начал общаться с ребятами, которые им пользуются и так далее. В целом я начал размышлять, что я могу дать компании сам и что я могу от нее получить. Ну я думаю, все мы понимаем то, что когда вы приходите в новое место, вы все равно хотите от компании что-то взамен получить для себя. Опыт, деньги, либо что-то еще. И это тоже важно. Ну по крайней мере для меня было на том этапе, когда я делал вывод. Ну как вы поняли, я согласился. Тоже был небольшой спойлер раньше. Я подумал, что я приду туда и буду делать то, что я в целом умею делать, то, что я до этого делал. Я приду, зафигачиваю себе команду, мы настроимся сразу же на результат. Начнем смотреть над продуктом, искать гипотезы, валидировать их, быстро проверять. И, конечно же, продукт начнет супер расти. И всем будет это классно. Ну то есть изменится только мое местоположение, что я буду делать то же самое, только на более масштабном уровне и над другим продуктом. Ну то есть если вот взять две компании и меня, то есть я возьму и просто перемещусь туда. И все будет супер. Вот я переместился. Вот прихожу я, значит, в первый день. Думаю, ну что, ребята, давайте строить команду, давайте ресурсы мне все. И ответ получает, что, слушай, да вам все готово. Чувак, ну ты же тут не первый. У нас уже готова команда, давай работать. Какой строить? У нас уже все расписано, все KPI, все квартальные планы, все понятно, давай работать. И то есть я думал, что я приду в компанию, я вокруг продукта построю команду, как я делал до этого. Мы будем вместе с этой командой работать над продуктом. То есть я не буду, все не будет зафиксировано только во мне, не будет там бас-фактора и так далее. То есть будет работать, как я привык это делать. А по факту я пришел, на меня смотрит, говорит, чувак, ну come on, давай. Давай начнем. Что там такое интересное мне рассказывают? Давай работать уже, все готово. Ну то есть, как вы поняли, первое, что хотел сделать, пошло не туда, куда я хотел. Но в целом я не унывал на тот момент. У меня же было еще два пункта из трех. И в целом, ну хорошо, кто-то поставил команду за меня. Окей, буду работать с этим. Ну и прихожу дальше, думаю, ну все, сейчас найду гипотезы. Гипотеза, гипотеза того, как продукт может расти. Приду к команде, скажу, ребята, давайте вместе придумаем, как это все работает. И быстро запустим, начнем тестировать. И в ответ я получаю, что чувак, ты продакт, ты придумай, что делать, просто говори, и мы будем делать. В чем проблема твоя? Ну то есть я опять же думал, что когда я соберу команду, и будем классно работать над продуктом, как я до этого делал, и все будет супер. Но по факту я получил, как будто бы на завод, что ли, пришел. Ну то есть мне говорят, слушай, дай нам детали, дай нам чертежи, мы все сделаем. И мы не хотим думать над тем, как это делать. У нас куча всего другого. У нас квартал горит, у нас другие проекты. Давай, это твоя работа, давай ты этим будешь заниматься. А ведь вторая вещь, которую я думал, приду, сделаю, будет все круто, она тоже, может, у них там таймер стоит, хлопаю их пять минут каждый. Я думаю, ну вторая, окей, остался еще одно. Ну с этим-то мы что-нибудь придумаем, здесь-то все будет хорошо, правильно? Я прихожу, говорю, ребят, ладно, я придумал решение хоть какое-то. Да, я продакт, я могу придумать неидеальное решение, но оно в целом нормально. Давайте быстрее запустимся, быстрее получим фидбэк, и будет понятно, что делать нам дальше. И мне отвечают, слушай, чувак, а ты документацию все заполнил, а с архитектурными комитетами ты все согласовал, а юристы, СБшники, ну, камон, ты вообще куда пришел? Давай-ка вот заполни, пожалуйста, все и завалят меня бумажками. Еще сильнее меня завалят бумажками. Я себе вот примерно вот так в тот момент представлял, что я надеялся, что мы быстрее получим результаты, быстрее поймем, что делать нам дальше. А в итоге меня послали заполнять конфлюенс. Ну, как вы поняли, три из трех, бинго. Все, что я хотел сделать, пошло не туда, и надо с этим что-то дальше делать. Ну, сидел я, думал, что мне можно делать. В этот момент в рамках работы я иногда так делаю. Есть классный фреймворк, который сделал Сережа Тихомиров. Он написывает в целом стадии работы над продуктом и что на каждой стадии нужно делать. И мне как раз нужно было немного подескавидить. Я подумал посмотреть во фреймворк, что я, может, что-то упускаю. Ну, какую-то вещь, какой-то артефакт прямо сейчас. И до меня начало доходить кое-что. Я смотрю так, есть, типа, первый этап продукта. Есть же, блин, второй здесь. Это этап роста. И третий этап конкуренции. И по факту до меня начало доходить то, что когда я думал, что когда я буду переходить из компании, есть компания А, компания Б, есть я, я просто себя перемещаю, все происходит точно так же. Это же неверно. Это в целом так не работает. А это не работает, потому что эти продукты на двух разных стадиях. И вот их три, и на каждой из этих стадий нужно что-то свое. То есть и продукт нужен свой, и продукт свой, и все работает немного по-разному. Ну, то есть если пройтись по каждому из них, то есть первый этап, когда самое основное для вас это выжить. Вам плевать на, где у вас задачки заведены. Вам плевать, какие у вас стендапы, вы по скраму, по канбану, как угодно вы работаете, вам главное выжить. У вас вот есть деньги, которые сейчас заканчиваются, а у вас нет жизнеспособного продукта. Вы не понимаете, что дальше масштабировать. И на все пофиг, кроме этого, кроме найти как раз-таки product market fit в этом продукте. Потом, и в этом, в рамках этой стадии, продукт это такая ракета, которую вы строите, чтобы запустить. Она еще не начала лететь, но вам нужно сейчас понять, как эта ракета работает, как сделать так, чтобы можно было ее поднять вверх. А product здесь, он делает все, что угодно. Он может сам пойти что-нибудь накодить, если он умеет, или там пойти с разработчиками пообщаться. То есть он делает все, что угодно, лишь бы достичь цели. А цель здесь, это жизнеспособный продукт. И все вокруг этого крутится. Если говорить про стадию роста, то здесь уже вы нашли product market fit. Вам уже нужно масштабировать то, что вы нашли. И здесь уже вам понятно, вокруг чего собирать команду. Вам понятно, что вам в целом нужно делать. Здесь начинаются хоть какие-то процессы, потому что понятно, что их, ну, во-первых, уже в целом можно устроить, потому что если у вас уже есть деньги, значит, то, что вы построите сейчас, не разойдется там чуть позже. Вы начинаете работать над тем, чтобы расти. И здесь главной целью это именно сам рост. И все крутится вокруг него. И продукт здесь, продукт здесь, это как раз таки рост. Все направлено туда. А сам продукт, ну, такой мак и волшебник, который тоже вроде делает разные вещи, но ему нужно всеми правдами и неправдами как раз таки достичь этого роста и построить все вокруг роста. Но на стадии конкуренции здесь уже начинается другая история. Здесь вы тоже масштабируете тот продукт, который у вас есть, но масштабируете его немного по-другому. Если на стадии роста в основном ваш новый клиент, это ваши новые пользователи у вас появляются, потому что они откуда-то появляются, то здесь они перетекают от конкурентов. То есть здесь рынок уже поделен, и так ваши новые пользователи появляются от конкурентов, так и от вас переходят к ним. Но здесь очень важно сделать хорошо. Здесь очень важно не налажать. То есть если на предыдущих этапах вы можете без проблем сделать все из говна и палок, то здесь так не работает. Потому что если вы сделаете что-то, что сломается, вы потеряете деньги, которые вы уже сейчас зарабатываете. И поэтому отсюда появляются все эти комитеты, появляется вся эта документация. Потому что сейчас уже цена ошибки очень велика. И здесь нельзя делать, лишь бы сделать и посмотреть. Потому что если вы так сделаете, что-то пойдет не так, то вы потеряете клиентов, которые придут к конкуренту. А это уже будет сложнее вернуть их обратно, потому что это уже будут дорогие клиенты. Ну и сам продукт здесь такой большой банк. Это большое деление, в котором все уже четко построено. Все есть четкие алгоритмы и понятно, как это все нужно делать. И продукт, он тоже в этих алгоритмах работает. Продакт, он такой человек, который работает отчасти по сценарию и делает все, чтобы не накосячить. И он тоже снимает эту неопределенность, но немножко по-другому. Если посмотреть на кейсы, которые я описывал раньше, то, что я хотел. То есть когда я приходил и говорил, ребят, давайте соберем команду, как я работал до этого. И уже зная то, что я до этого вам немножко сказал, получается, что я решил сделать то, что делается на этапе роста. Потому что я привык так делать. Потому что в той компании, где я набирался опыта, это так работает. Компания на том этапе. Там нет еще построенных процессов, ты это делаешь. А когда я пришел в компанию, которая на следующем этапе, это уже было сделано до меня. Потому что эта компания была на том этапе. Она не может перескочить. То есть до меня уже этот процесс кто-то построил. Здесь оставим за скобками, как построил, хорошо или нет. Но суть в том, что это уже есть. И компании не это нужно от меня. А я работаю так, как будто бы я до сих пор нахожусь в компании, которая на стадии роста. Если говорить про поиск решений, опять же, я хотел все решения сфокусировать на том, чтобы порастить продукт. И я делал все то, что делаю, блин, на второй стадии. То, что я привык делать. А когда ты приходишь, уже работает немного по-другому. Особенно это видно на третьем примере, когда я хотел быстро запускать. И в целом, когда ты на стадии роста или на первой стадии, тебе важна скорость. Тебе важно быстрее все понимать, быстрее. То есть важнее быстрее получить фидбэк от рынка, нежели сделать все супер качественно. А на третьем этапе, как я говорил до этого, нельзя накосячить. Потому что если ты накосячишь, что что-то пойдет не так, ты потеряешь уже живые деньги. Живых пользователей живые деньги прямо сейчас. Я начал думать, что мне делать дальше в целом. Ну, то есть ситуация понятна стала. Ну, и как обычно это происходит, когда ты уже все понял, тебе становится очевидным. Такой, ну, блин, come on, это же очевидно. Возможно, многие из вас, которые здесь сидят в зале, думают, ну, чувак, что ты рассказываешь, это же все понятно и так. Но когда ты еще до этого не дошел, ты не понимаешь, как это все работает. Когда я понял-то, я подумал, что передо мной в целом три пути. Это перестроиться самому, перестроить продукт или уйти в другой продукт. Когда я говорю про перестроиться самому, то есть ты должен свое мышление такого человека, который привык работать на второй стадии, перестроить под процессы, которые нужны в другой стадии, другому рынку. И если опять вернуться к фреймворку, я подозревал, что будет плохо видно, поэтому я выделил главное, наверное, тоже плохо видно, но я сейчас немного проговорил это вслух. То есть по факту тебе нужно сместить фокус мне, точнее тебе, мне, ведь это мой кейс, и я это проживал. Я для себя решал, что мне нужно для себя, если я собираюсь остаться там, то мне нужно перестать думать про то, как драйверы роста искать, что основа второй стадии. И начать думать про то, как с конкурентами, как отстроиться от конкурентов, как переманить пользователей от конкурентов, и как это сделать, желательно еще не накосячив. Был второй вариант, в который, конечно же, я очень сильно верил, и, конечно же, он был правдоподобен. Это перестроить продукт. Ну, то есть ты приходишь в большую компанию, и говоришь, ребят, давайте вот эти процессы мы переделаем немного по-другому, и начнем фокусироваться на росте, к примеру. Если говорить про фреймворк Сережи, то в нем на самом деле есть четыре этапа. И четвертый этап – это когда твой продукт во что-то эволюционирует. Если коротко, то когда… Ну, цель в третьей стадии – это стать лидером. Когда ты набрал критическую массу пользователей, ты лидер, ты становишься перед выбором. Тут есть даже у него, мне очень нравится, цель лузера – это продать бизнес, типа стратегия экзита. Либо ты начинаешь инвестировать и входить в новые продукты, либо ты начинаешь переделывать свой продукт, начинаешь дизраптить сам себя. И я думал, когда я размышлял, я думал как раз-таки в кейсе того, чтобы начать по-другому смотреть на стратегию и начать искать варианты, как начать задизраптить свой же рынок. Потому что на стадии конкуренции рынок уже не сильно растет, он начинает уже сходить на нет. И чтобы возобновить рост, возобновить, в целом перформить, то нужно уже искать новые пути и начать дизраптить сам себя. У меня был вариант второй – сделать так. Либо же был другой вариант, третий. Это взять и уйти в другой продукт. Просто ты тот, который привык работать на второй стадии, у тебя это клево получается. Зачем тебе находиться там, где это не нужно? Ты берешь себя и перемещаешь в тот продукт, где это нужно, где это максимально эффективно, где лучше не придумать применение тебя. Как вы поняли по началу презентации, по моей интонации, когда я это говорил, я выбрал третий вариант, и я ушел в другой продукт. Если вернуться к тому, как я рассуждал, когда я переходил в ту компанию, с которой я ушел, я начал думать с точки зрения пользователя. Я начал смотреть на продукт, как он в целом, насколько он экологичен, насколько я могу им пользоваться, кто им пользуется, как его можно поменять, с чем он ассоциируется у меня. То есть я смотрел с точки пользователя на сам продукт. А потом я начал рассуждать чуть по-другому. Ну, то есть после того, как я понял всю штуку, которую я вам рассказывал до этого, я начал думать как раз-таки над другими плоскостями, чтобы понять, на какой стадии продукт находится, и кто им нужен прямо сейчас, похожу ли я им. И самое банальное, чтобы понять, есть ли в целом product market fit у этой компании. Или очень показательно для меня было это, какой путь от идеи до реализации. И я предлагаю, давайте вот смотрите, есть какой путь от идеи до реализации, и то есть, как вы уже поняли, по моему мнению, опять же, это все мое мнение, на каждой стадии этот путь, он разный. И давайте вместе с вами подумаем, какой он может быть, допустим, вот на этапе поиска product market fit. Можете поднимать руки? Кто-нибудь? Ладно, давайте, я уже подготовился. В целом на product market fit его нет. Ну, блин, какой путь, о чем вы говорите? Просто фигачите ради того, чтобы у вас начало все работать, ради того, чтобы вы деньги начали зарабатывать. Если мы говорим про стадию роста, то здесь очень, ну, этот путь, неважно в какой он форме, важно то, что он быстрый. Потому что на этой стадии нужно быстрее расти, потому что она конечна. И конкуренты, с которыми вы будете бороться дальше, они уже подступают, они тоже работают над этим. И вам важно получать фидбэк прямо здесь и сейчас. Если говорить про этап конкуренции, то здесь как раз-таки этот путь, он более продуманный. Ну, то есть уже есть четкий план, есть чек-лист того, что нужно сделать, прежде чем эту идею пустить в реализацию. То есть есть понятные комитеты, с которыми нужно согласовать все или все обсудить. Потому что до этого это уже кучу раз делали, и здесь уже, чтобы не наступать на грабли, уже все продумано. Это в целом показатель этого этапа. Если говорить о том, что такое результат на каждой из этих стадий, я опять не буду спрашивать у вас. Давайте сократим немножко это время. На этапе, когда вы ищете product-market-fit, самое важное, что вам нужно сделать, и на чем фокусируется команда, и на чем компания, команда и продукт, и product, о чем должен думать. Это о том, как выжить, пока деньги есть, пока вы пытаетесь найти жизнеспособную модель. И весь фокус на этом. То есть если вы работаете на этой стадии, вам нужно на этом фокусироваться. И если вы, к примеру, до этого 5 лет работали в большой компании, и все время думали, как бы лидерство на рынке занять, и потом вы приходите в компанию, где вам первым делом нужно выжить, ну вы сами понимаете, что это диссонирует немного. И как раз таки здесь, когда вы выбираете, куда вам переходить, нужно хорошо понять, чего вы хотите. Смотрите, я хотел бы сделать маленькую ремарку. Конечно же, когда вы привыкли работать, и ваш опыт фокусируется на стадии конкуренции, это не значит, что вы можете работать только там. Это значит, что если вы хотите перейти в другую компанию, в другую стадию, вам нужно трезво понимать, что нужно делать, и куда нужно перестраиваться. Здесь скорее про это. Если идти дальше про результат, то на этапе рост продукта самый важный, ну как бы странно это не звучало, это как раз таки максимальное масштабирование продукта, который вы получили до этого. То есть тот самый рост. Здесь все просто. И мышление должно быть тоже роста. Сейчас очень модно говорить про рост продуктов, и это все важно как раз таки в определенной стадии. Если перейти на третью стадию, то если вам на чем-то нужно фокусироваться, на том, чтобы понимать, что такое результат, то вам необходимо как раз таки думать о том, как лидерство на рынке заполучить. То есть вам нужно понимать, что делают ваши конкуренты. Вам нужно держать в голове весь план их развития, посмотреть, куда они движутся, какой у них условно родмап дальше, где вы дальше будете с ними конкурировать, кто другой будет, кто дальше будет конкурировать. Ну то есть это отдельная история, отдельная тема для разговора, но здесь очень важно понять как раз таки про то, какое место на рынке вы занимаете. Давайте еще раз пройдемся по том чек-листу. Ну то есть все эти вопросы, это 100% не конечный список. Это список, который сформулировал я для себя. Это список, который я задавал себе и людям, которые меня нанимали, чтобы понять в целом, насколько мы мэчимся друг с другом. Насколько тот я, который получал опыт на одной стадии, подходит именно здесь. Здесь очень важно понять, что если ты senior product, условно, ты стартапы постоянно запускал, ты не знаешь, что ты придешь в большую корпорацию и будешь фигачить так же по-сеньорски. Потому что весь твой опыт, он там. И если ты хочешь перейти в конкуренцию, тебе просто нужно перестраиваться, тебе нужно это понимать. И если, когда я прошелся по чек-листу, всем понятно, что я выбрал, куда я пошел дальше. Если пойти дальше, помните мое мнение о продактах до всей этой ситуации, до как я работал в своем уютном мерке, когда я развивался как продакт в одной компании небольшой, когда я думал, что в целом продукты, они реально, они везде одинаковые, просто хорошие и нехорошие. и все. И потом, когда я попал в эту ситуацию, когда я начал думать, ну тут два варианта, либо я не очень, либо в компании что-то не так. Оказалось, все намного сложнее, что и там, и там ок, просто у нас нет мэтча друг с другом. И получается вывод у меня такой, что на разных стадиях развития продукта продукты-то тоже нужны разные. И набор компетенций у этих продуктов нужен разный. И опыт нужно по-другому оценивать. То есть если вам нужен человек, который вам выстроит команду и процессы, вам не нужно смотреть в целом пять лет на рынке продукт-менеджмента. Вам нужно смотреть, как он команду строил. И вам нужно смотреть, как это у него в целом работает. И эта штука прям мозг не взрывала на самом деле. Опять же, казалось бы, что супер банально, супер просто, но после этого я начал совсем по-другому смотреть на своих коллег, совсем по-другому смотреть на тех, кто ищет все вакансии. И в первую очередь я еще по-другому начал смотреть на момент, когда я сам нанимаю людей. Если я ищу продукт себе в команду, я все-таки думаю, оцениваю его с точки зрения того, кто мне нужен. То есть тот чек-лист, который я показывал с точки зрения продукта, я начал немного применять по-другому с точки зрения человека, который нанимает. И уже скорить не компанию, а скорить уже продукта дальше. В чем он привык работать, в чем он хорош, и что он хочет потянуть. И опять же, его осознанность по ситуации, в которой он находится сейчас. Ну, на самом деле, это все. Я решил не затягивать с докладом. И спасибо вам. Давайте теперь перейдем к вашим вопросам. А, еще один момент. Я долго думал, какой QR добавить на свой Facebook, или у нас в Rocket есть реферальная ссылочка, я добавил два QR-а. И второй на реферальную ссылочку. Зачем вам смотреть там на меня, если я здесь есть? Лучше будет QR. Все, спасибо вам. Можешь рассказать, какую ты для себя видишь зону роста? Это рост изучения новых продуктов, или это все-таки разные этапы развития компании? И почему для тебя важен такой рост? Хороший вопрос. Смотри, я еще… Знаешь, на чем я думал? Я не помню, кто мне это сказал. По-моему, это у того же Бланка было. Что команда продукта, она меняется с тем, как сам продукт растет. Условно, те люди, которые стартап пилили, и когда стартап начал масштабироваться, команда сама меняется. То есть те люди, которые находились там, они этому продукту становятся не… ну не то, что не нужны. Давайте назвать своими именами. Они не нужны им становятся здесь. И я бы не хотел в такой ситуации оказаться. И для себя… То есть я когда к этому всему пришел, я начал понимать эти слова, которые я до этого слышал. такой, ну да, да, точно. Я для себя понял, что я хочу в целом развиваться во всей… ну на всех стадиях. Потому что жизнь, она разная. И реально, если ты условно сегодня доводишь продукт чуть дальше, ну ты либо дальше идешь, либо ты в нем остаешься и перестраиваешься. Я хотел бы, если мне нужно будет перестраиваться, то есть когда я опять приду к этому вопросу, что мне делать дальше, чтобы у меня больше вариантов было, скажем так. у меня вопрос. Правильно я понял идею, что вообще целесообразно продукты менять в зависимости от стадии продукта. Ну то есть это перекликается с вашим ответом первым, но я какую-то такую мысль получил, что там продукт хороший, там стартует продукт, чтобы он выжил, потом какой-то другой продукт должен с лучшими там качествами, подходящими для роста его растить и уже потом следующий. В целом да. Ну то есть это один из вариантов. То есть если продукт сам не хочет меняться и он не может меняться дальше. Я не говорю о том, что один продукт хорош только в одном. Все равно человек может быть хорош в разных вещах, просто ему нужно осознанно подойти к тому, что сейчас ему нужно поменяться, ему нужно быстро перестроиться, быстро научиться. Быстрый вариант, да, нанять того, кто умеет делать то, что нужно прямо сейчас твоему бизнесу. Но если твоему бизнесу нужно быстро расти, а у тебя в команде люди, которые привыкли до этого только валидировать, а точно ли вот здесь есть фит или нет, это немного не те люди, с которыми… ну это немного не то мышление. Тут два варианта. Либо у текущей команды менять мышление, потому что, ребят, сегодня мы стали более серьезными, у нас теперь другие цели. Либо искать тех, кто в этих целях привык вариться. Вот. У меня вопрос к тебе. Тебе интересна определенная стадия развития продукта. Там поиск продукт-маркетфит или рост, или конкуренция. Ты на эту стадию хочешь прийти. Ты общаешься на собеседовании с какой-то компанией. Как ты поймешь, на какой стадии сейчас находится у них продукт? Какие вопросы ты им задашь? И по этим вопросам как ты сделаешь вывод? На вот эти вопросы, которые у тебя сейчас есть, на них можно по-разному отвечать. Да. Смотри. Приведи пример. Да, смотри, такая штука. Мы здесь про интерпретацию. Продукты, они интерпретируют полученные знания. То есть когда мы общаемся с пользователями, мы получаем от них разные ответы на одни и те же вопросы, но мы из этого вытаскиваем сути. Пытаемся докопаться. Если суть непонятна, то мы пытаемся до нее докопаться. И это тоже старт. Но эти вопросы, они по факту были стартовыми. То есть мне же не важен конкретный путь. Мне не важно. Допустим, мне говорят, смотри. У нас первым делом заносится все в ноушен, который приоритизирует три человека и так далее. Мне важен подход. Мне важно понимать, как вообще смотрят на эту вещь. Говорят ли, да пофиг вообще, какие процессы, о чем ты говоришь. То есть здесь именно важна не конкретный ответ на вопрос, а важна суть. И когда ты в целом понимаешь суть каждой стадии и понимаешь суть, что нужно делать на каждой стадии, и ты слушаешь ответы компаний, ты можешь соотнести, к чему она ближе. Вдогонку можно? Кому ты будешь эти вопросы задавать? Кто должен присутствовать на собеседовании от той компании? Кто тебе ответит на эти вопросы? Слушай, ну смотря на какую позицию ты собеседуешься. Если ты собеседуешься на продакт, ну по идее CPO должен отвечать на такие вопросы. А если нет CPO? Я забыл ваш специфичный кейс, но у вас же есть тот, кто CPO заменяет, то есть тот, кто собеседует. Естественно, HR не ответит на эти вопросы. Ну то есть я недавно общался с HR, мы тоже примерно на эту же тему, и они не понимают часть вещей, которые, чтобы ответить сюда. Естественно, нужно разговаривать с тем, кто понимает ситуацию. Часть, ну смотри, на часть вопросов можно ответить и без собеседования на самом деле. То есть ты можешь, блин, посмотреть, как компания росла. То есть если эта компания более-менее публичная, она так видна, как она растет и так далее. То есть можно косвенно понять, как это работает. Но если там отвечая на вопрос, у кого спрашивать, ну у того, кто это знает. Ну, как тоже КЭП. Спасибо за доклад. И у меня такой вопрос. Там ты показывал схемку, на схемке синяя линия о том, что можно в принципе попытаться в текущей команде, в текущей компании дать второе дыхание продукту и снова выйти на это просто. И мне показалось, что ты все-таки попробовал это сделать, или я ошибаюсь. И чем все закончилось? Почему в итоге все-таки третий вариант? Хороший вопрос. Да, я пробовал выйти и в ту сторону, но я как, я бы сказал так, я начал щупать, насколько реалистично идти туда. то есть когда ты, ну то есть там по факту это был, сейчас сделаем там, ну короче, это про перестроить продукт. То есть тот, который уже сформирован, есть команда, и в целом я для себя вынес такое мнение, что перестраиваться люди готовы, когда понимают в этом смысл. То есть если всем хорошо, то и нет стимула что-то делать, что-то менять. Люди пытаются поменяться, когда что-то начинает болеть. И это понятно, это уже болит сейчас. Я попытался пойти сюда, я пришел к этому выводу и понял, что в целом мне тогда легче привести себя там, где либо болит, либо это нужно. Вот. Я надеюсь ответил, либо можешь конкретизировать вопрос. Нет, спасибо за ответ. Нужно выбрать лучший вопрос. Что там, а, скажите, книжка про Трис. А на прошлом докладе была про как быть этим программистом или что-то такое. Так что здесь получше вариант. Давайте вопросу про что спрашивать на собеседовании. Потому что это немножко про в эту сторону был доклад. Вот, девушки в темной кофте, у которой нет CPO. Все, спасибо. Спасибо.